Псалом 131. Песнь восхождения. Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его. Как он клялся Господу, давал обет сильному Иакова. Не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое, не дам сна очам моим и веждам моим дремания, доколе не найду место Господу, жилища сильному Иакова. Вот мы слышали о нем в Ефрафе, нашли его на полях Иорима. Пойдем к жилищу его, поклонимся подножию ног его. Стань, Господи, на место покоя твоего, ты и ковчег могущества твоего. Священники твои облекутся правдою, и святые твои возрадуются. Ради Давида, раба твоего, не отврати лица помазанника твоего. Клялся Господь Давиду в истине, и не отречется ее. От плода чрева твоего посажу на престоле твоем. Если сыновья твои будут сохранять завет мой и откровения мои, которыми я научу их, то и их сыновья вовеки будут сидеть на престоле твоем. Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище себе. Это покой мой навеки, здесь вселюсь, ибо я возжелал его. Пищу его благословляя, благословлю. Нищих его насыщу хлебом. Священников его облеку во спасение, и святые его радостью возрадуются. Там возвращу рог Давиду, поставлю светильник помазаннику моему. Врагов его облеку стыдом, а на нем будет сиять венец его. Псалом 132 Песня восхождения Давида Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. Как роса ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Псалом 133 Песня восхождения Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в доме Господнем во время ночи. Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа. Благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю. Псалом 134 Аллилуйя Хвалите имя Господне, хвалите рабы Господни, стоящие в доме Господнем во дворах дома Бога нашего. Хвалите Господа, ибо Господь благ. Пойте имени Его, ибо это сладостно, ибо Господь избрал себе Иакова, Израиля, собственность Свою. Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов. Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. Возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ своих. Он поразил первенцев Египта от человека до скота, послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его. Поразил народы многие и истребил царей сильных, Сигона, царя Амарейского, и Ога, царя Васанского, и все царства ханаанские, и отдал землю их в наследие, в наследие Израилю, народу своему. Господи, имя Твое вовек, Господи, память о Тебе врод и род, ибо Господь будет судить народ Свой и над рабами Своими умилосердится. Идолы язычников, серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят. Есть у них глаза, но не видят. Есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их. Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них. Дом Израилев, благословите Господа. Дом Ааронов, благословите Господа. Дом Левин, благословите Господа, боящиеся Господа. Благословите Господа. Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме. Аллилуйя! Псалом 135. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его. Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его. Того, который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его. Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его. Утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его. Сотворил светило великие, ибо вовек милость Его. Солнце для управления днем, ибо вовек милость Его. Луну и звезды для управления ночью, ибо вовек милость Его. Поразил Египет в первенцах Его, ибо вовек милость Его. И вывел Израиля из среды Его, ибо вовек милость Его. Рукою крепкою, мышцею простертую, ибо вовек милость Его. Разделил Чермное море, ибо вовек милость Его. И провел Израиля посреди Его, ибо вовек милость Его. И низверг фараона, и войско Его в море Чермное, ибо вовек милость Его. Провел народ свой через пустыню, ибо вовек милость Его. Поразил царей великих, ибо вовек милость Его. И убил царей сильных, ибо вовек милость Его. Сигона царя Амарейского, ибо вовек милость Его. И Ога царя Васанского, ибо вовек милость Его. И отдал землю их в наследие, ибо вовек милость Его. в наследие Израилю, рабу своему, ибо вовек милость его вспомнил нас в унижении нашем, ибо вовек милость его, и избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость его дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость его. Но славьте Бога Небес, ибо вовек милость его. Притчи, глава 28. Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев. Когда страна отступит от закона, тогда много в ней начальников, а при разумном и знающем муже она долговечна. Человек бедный и притесняющий слабых, то же, что проливной дождь, смывающий хлеб. Отступники от закона хвалят нечестивых, а соблюдающие закон негодуют на них. Злые люди не разумеют справедливости, а ищущие Господа разумеют все. Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели тот, кто извращает пути свои, хотя он и богат. Хранящий закон, сын разумный, а знающийся с расточителями, срамит отца своего. Умножающий имение свое ростом и лихвою соберет его для благотворителя бедных. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Совращающий праведных на путь зла сам упадет в свою яму, а непорочный наследует добро. Человек богатый, мудрец в глазах своих, но умный бедняк обличит его. Когда торжествуют праведники, великая слава, но когда возвышаются нечестивые, люди укрываются. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду. Как рыкающий лев и голодный медведь, так нечестивый властелин над бедным народом. Неразумный правитель много делает притеснений, а ненавидящий корысть продолжит дни. Человек, виновный в пролитии человеческой крови, будет бегать до могилы, чтобы кто не схватил его. Кто ходит непорочно, тот будет невредим, а ходящий кривыми путями упадет на одном из них. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто подражает праздным, тот насытится нищетою. Верный человек богат благословлениями, а кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным. Быть лицеприятным нехорошо, такой человек и за кусок хлеба делает неправду. Спешит к богатству завистливый человек и не думает, что нищета постигнет его. Обличающий человека найдет после большую приязнь, нежели тот, кто льстит языком. Кто обкрадывает отца своего и мать свою и говорит, что это не грех, тот сообщник грабителем. Надменный разжигает ссору, а надеющий сына Господа будет благоденствовать. Кто надеется на себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел. Дающий нищему не обеднеет, а кто закрывает глаза свои от него, на том много проклятий. Когда возвышаются нечестивые, люди укрываются, а когда они падают, умножаются праведники. Псалом 136 При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши веселья. Пропойте нам из песней сионских. Как нам петь песнь Господню на земле чужой? Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. Прильпни язык мой, гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего. Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили «Разрушайте, разрушайте до основания его». Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень. Псалом 137. Давида «Славлю тебя всем сердцем моим, пред богами пою тебе. Поклоняюсь перед святым храмом твоим и славлю имя твое за милость твою и за истину твою, ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего. В день, когда я воззвал, ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость. Прославят тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст твоих и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня. Высок Господь и смиренного видит, и гордого узнает издали. Если я пойду посередина пастей, ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку твою и спасет меня десница твоя. Господь совершит умеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня ведение твое. Высоко. Не могу постигнуть его. Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, ты там? Взойду ли в преисподнюю, и там ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня и свет вокруг меня сделается ночью. Но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери твоей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивные дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Боже, и как велико число их. Стану ли исчислять их? Но немногочисленнее песка, когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. О, если бы ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные! Они говорят, против тебя нечестиво. Суетно замышляют враги твои. Мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на тебя, полною ненавистью ненавижу их. Враги они мне. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Псалом 139-й Псалом начальнику хора Псалом Давида Избавь меня, Господи, от человека злого. Сохрани меня от притеснителя. Они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань, изощряют язык свой как змея, яд аспида под устами их. Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого, сохрани меня от притеснителей, которые замыслили поколебать стопы мои. Гордые скрыли селки для меня и петли, раскинули сеть по дороге, тенета разложили для меня. Я сказал Господу, Ты, Бог мой, услышь, Господи, голос молений моих. Господи, Господи, сила спасения моего, Ты покрыл голову мою в день брани. Не дай, Господи, желаемого нечестивому, не дай успеха злому замыслу его, они возгордятся, да покроет головы окружающих меня зло собственных устых, да падут на них горящие угли, да будут они повержены в огонь, в пропасти, так, чтобы не встали. Человек злоязычный не утвердится на земле, зло увлечет притеснителя в погибель. Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным, так, праведные будут славить имя твое, непорочные будут обитать пред лицем твоим. Псалом 140 Псалом Давида Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне, внемли голос умоления моего, когда взываю к Тебе, да направится молитва моя, как фимиам пред лице Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя. Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их. Пусть наказывает меня праведник, это милость, пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей, но мольбы мои против злодейств их. Вожди их рассыпались по утесам и слышат слова мои, что они кротки, как будто землю рассекают и дробят нас, сыплются кости наши в челюсти преисподней. Но к тебе, Господи, Господи, очи мои, на тебя уповаю, не отринь души моей. Сохрани меня от силков, поставленных на меня, оттянет беззаконников. Падут нечестивые в сети свои, а я перейду. Притчи, глава двадцать девятая. Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится и не будет ему исцеление. Когда умножаются праведники, веселится народ, а когда господствует нечестивый народ, стинает. Человек, любящий мудрость, радует отца своего, а кто знает с блудницами, тот расточает имение. Царь правосудием утверждает землю, а любящий подарки разоряет ее. человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногам его. В грехе злого человека сеть для него, а праведник веселится и радуется. Праведник тщательно вникает в тяжбу бедных, а нечестивый не разбирает дело. Люди развратные возмущают город, а мудрые утешают мятеж. Умный человек, судясь с человеком глупым, сердится ли, смеется ли, не имеет покоя. Кровожадные люди ненавидят непорочного, а праведные заботятся о его жизни. Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. Если правитель слушает ложные речи, то и все служащие у него нечестивы. Бедные и лихаимец встречаются друг с другом, но свет глазам того и другого дает Господь. Если царь судит бедных по правде, то престол его навсегда утвердится. Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. При умножении нечестивых умножается беззаконие, но праведники увидят падение их. Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой и доставит радость душе твоей. Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Словами не научится раб, потому что, хотя он понимает их, но не слушается. Видал ли ты человека опрометчивого в словах своих, на глупого больше надежды, нежели на него? Если с детства воспитывать раба в неге, то впоследствии он захочет быть сыном. Человек гневливый заводит ссору, и вспыльчивый много грешит. Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь. Кто делится с вором, тот ненавидит душу свою. Слышит он проклятие, но не объявляет об этом. Боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющий сына Господа будет безопасен. Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. Мерзость для праведников человек неправедный, и мерзость для нечестивого, идущий прямым путем. Псалом 141 Учение Давида Молитва его, когда он был в пещере. Голосом моим Господу возвал я, голосом моим Господу помолился, излил пред ним моление мое, печаль мою открыл ему. Когда изнемогал во мне дух мой, ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня, не стало для меня убежище, никто не заботится о душе моей. Я вызвал к тебе, Господи, я сказал, ты прибежище мое и часть моя на земле живых. Внимли воплю моему, ибо я очень изнемог. Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда ты явишь мне благодеяние. Псалом 142 Псалом Давида Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему поистине Твоей, услышь меня по правде Твоей, и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших, и уныл во мне дух мой, а немело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих, простираю к Тебе руки мои, душа моя к Тебе как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает, не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты, Бог мой, дух Твой благий, доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою, и по милости Твоей истреби врагов моих, и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб. Псалом 143 Давида Благословен Господь твердыня моя, научающий руки моей битвы и персты моей брани. Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю, он подчиняет мне народ мой. Господи, что есть человек, что Ты знаешь о нем? и Сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. Господи, преклони небеса Твои и сойди. Коснись горы воздымяться, блесни молнией и рассея их, пусти стрелы Твои и расстрой их, простри с высоты руку Твою и избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетная и которых десница, десница лжи. Боже, новую песню воспою Тебе, на десятиструнной псалтире воспою воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетная и которых десница, десница лжи. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажетях наших, да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Псалом 144 Хвала Давида Буду превозносить тебя, Боже мой, царю мой, и благословлять имя твое во веки и веки Всякий день буду благословлять тебя и восхвалять имя твое во веки и веки Велик Господь и достохвален и величие его неследимо Род роду будет восхвалять дела твои и возвещать о могуществе твоем а я буду размышлять о высокой славе величия твоего и о дивных делах твоих будут говорить о могуществе страшных дел твоих и я буду возвещать о величии твоем будут провозглашать память великой благости твоей и воспевать правду твою щедр и милостив господь долготерпелив и много милостив благ господь ко всем и щедроты его на всех делах его да славят тебя господи все дела твои и да благословляют тебя святые твои да проповедуют славу царства твоего и да повествуют о могуществе твоем чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе твоем и о славном величии царства твоего царство твое царство всех веков и владычество твое во все роды господь поддерживает всех падающих и восставляет всех незаверженных очи всех уповают на тебя и ты даешь им пищу их в свое время открываешь руку твою и насыщаешь все живущее по благоволению праведен господь во всех путях своих и благ во всех делах своих близок господь ко всем призывающим его ко всем призывающим его в истине желания боящихся его он исполняет воплих слышат и спасает их хранит господь всех любящих его а всех нечестивых истребит уста мои и зарекут хвалу господню и да благословляет всякая плоть святое имя его во веки и веки псалом 145 хвали душа моя господа буду восхвалять господа доколе жив буду петь богу моему доколе есть не надейтесь на князей на сына человеческого в котором нет спасения выходит дух его и он возвращается в землю свою в тот день исчезают все помышления его блажен кому помощник бог иаковлев у кого надежда на господа бога его сотворившего неба и землю море и все что в них вечно хранящего верность творящего суд обиженным дающего хлеб алчущим господь разрешает узников господь отверзает очи слепым господь восставляет сагбенных господь любит праведных господь хранит пришельцев поддерживает сироту и вдову а путь нечестивых извращает господь будет царствовать вовеки бог твой сион в рот и род аллилуйя притчи глава 30 слова Агура сына Иокеева вдохновенные изречения которые сказал этот человек Ифиилу Ифиилу Иукалу Подлинно я более невежда нежели кто-либо из людей и разума человеческого нет у меня и не научился я мудрости и познания святых не имею Кто восходил на небо и не сходил Кто собрал ветер в пригоршни свои Кто завязал воду в одежду Кто поставил все пределы земли какое имя ему и какое имя сыну его знаешь ли всякое слово Бога чисто он щит уповающим на него не прибавляй к словам его чтобы он не обличил тебя и ты не оказался лжецом двух вещей я прошу у тебя не откажи мне прежде нежели я умру суету и лож удали от меня нищеты и богатства не давай мне питай меня насущным хлебом дабы присытившись я не отрекся тебя и не сказал кто Господь и чтобы обеднев не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе не злословь раба пред господином его чтобы он не проклял тебя и ты не остался виноватым есть род который проклинает отца своего и не благословляет матери своей есть род который чист в глазах своих тогда как не омыт от нечистот своих есть род о как высокомерны глаза его и как подняты ресницы его есть род у которого зубы мечи и челюсти ножи чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми у ненасытимости две дочери давай давай вот три ненасытимых и четыре которые не скажут довольно преисподня и утроба бесплодная земля которая не насыщается водою и огонь который не говорит довольно глаз насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлины три вещи непостижимы для меня и четырех я не понимаю пути орла на небе пути змея на скале пути корабля среди моря и пути мужчины к девице таков пути жены прелюбодейной поела и обтерла рот свой и говорит я ничего худого не сделала от трех трясется земля четырех она не может носить раба когда он делается царем глупого когда он досыто ест хлеб позорную женщину когда она выходит замуж и служанку когда она занимает место госпожи своей вот четыре малых на земле но не мудрее мудрых муравьи народ не сильный но летом заготовляют пищу свою горные мыши народ слабый но ставят домы свои на скале у саранчи нет царя но выступает вся она стройно паук лапками цепляется но бывает в царских чертогах вот трое имеют стройную походку и четверо стройно выступают лев силач между зверями не посторонница ни перед кем конь и козел предводитель стада и царь среди народа своего если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое то положи руку на уста потому что как сбивание молока производит масло толчок в нос производит кровь так и возбуждение гнева производит ссору псалом 146 хвалите господа ибо благо петь богу нашему ибо это сладостно хвала подавающая господь созидает иерусалим собирает изгнанников израиля он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их исчисляет количество звезд всех их называет именами их велик господь наш и велика крепость его и разум его неизмерим смиренных возвышает господь а нечестивых унижает до земли пойте поочередно славословие господу пойте богу нашему на гуслях он покрывает небо облаками приготовляет для земли дождь произращает на горах траву дает скоту пищу его и птенцам ворона взывающим к нему не на силу коня смотрит он не к быстроте ног человеческих благоволит благоволит господь к боящимся его куповающим на милость его псалом 147 хвали Иерусалим господа хвали сион бога твоего ибо он укрепляет вереи ворот твоих благословляет сынов твоих среди тебя утверждает в пределах твоих мир туком пшеницы насыщает тебя посылает слово свое на землю быстро течет слово его дает снег как волну сыплет иний как пепел бросает град свой кусками перед морозом его кто устоит пошлет слово свое и все растает подует ветром своим и потекут воды он возвестил слово свое иакову уставы свои и суды свои израилю не сделал он того никакому другому народу и судов его они не знают аллилуйя псалом сто сорок восьмой хвалите господа с небес хвалите его вышних хвалите его все ангелы его хвалите его все воинство его хвалите его солнце и луна хвалите его все звезды света хвалите его небеса небес и воды которые превыше небес да хвалят имя господа ибо он повелел и сотворились поставил их навеки и веки дал устав который не придет хвалите господа от земли великие рыбы и все бездны огонь и град снег и туман бурный ветер исполняющий слово его горы и все холмы дерева плодоносные и все кедры звери и всякий скот пресмыкающиеся и птицы крылатые цари земные и все народы князья и все судьи земные юноши и девицы старцы и отроки да хвалят имя господа ибо имя его единого превознесено слава его на земле и на небесах он возвысил рог народа своего славу всех святых своих сынов израилевых народа близкого к нему аллилуйя псалом 149 вероят по3 пойте господу песен новую хвала ему в собрании святых да веселится Израиль о создателе своем Сыны Сиона, да радуются о царе своем, да хвалят имя его с ликами, на темпани и на гуслях, да поют ему, ибо благоволит Господь к народу своему, прославляет смиренных спасением, да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих, да будут славословия Богу в устах их и меч обоюдоострый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их вузы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный, честь сия. Всем святым его. Аллилуйя. Псалом 150. Хвалите Бога во святыне его. Хвалите его на тверде силы его. Хвалите его по могуществу его. Хвалите его по множеству величия его. Хвалите его со звуком трубным. Хвалите его на псалтири и гуслях. Хвалите его стимпаном и ликами. Хвалите его на струнах и органе. Хвалите его на звучных кимвалах. Хвалите его на кимвалах громогласных. Все дышащее дохвалит Господа. Аллилуйя. Притчи. Глава 31. Слова Лемуила царя. Наставление, которое преподала ему мать его. Что, сын мой, что, сын чрева моего, что, сын обетов моих? Не отдавай женщинам сил твоих, ни путей твоих губительницам царей. Не царям, Лемуил, не царям пить вино. И не князьям секеру, чтобы, напившись, они не забыли закона и не превратили суда всех угнетаемых. Дайте секеру погибающему и вино огорченному душою. Пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своем страдании. Открывай уста твои за безгласного и для защиты всех сирот. Открывай уста свои для правосудия и для дела бедного и нищего. Кто найдет добродетельную жену? Сына ее выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужа ее, и она не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен, и с охотой работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем, и урочное служанкам своим. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. Припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, весоны, пурпур одежды ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежда ее, и весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем, и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалят ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива, и красота суетна. Но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее ворот дела ее.